вы смотрите урок поджума 4 меня зовут федор васильев тема урока пользователи вкладка пользователи и следующие последовательные уроки у нас будут связаны с пользователями различные опции рассмотрим а также в этом видео регистрация пользователя с фронтальной части сайта но для тех сайтов кто захочет принимать людей на сайт и чтобы они могли зарегистрироваться и также как добавить пользователя с админской части администратору сайта допустим вы хотите добавить участников редакторов которые будут помогать вам наемные сотрудники которые будут писать статьи и давайте вот с этого начнем так пользователи раскрываем здесь колонку и здесь первые пользователи если мы кликнем на пользователи мы попадаем в список пользователей так как у меня только один пользователь я администратор здесь добавлен поэтому я себя только вижу если мы кликнем не на пользователя она рядом плюсик то это сразу нас перенаправит на добавление нового пользователя с админской части также из панели управления есть быстрый доступ к пользователям и также есть плюсик если вы это не отключили в настройках модуля также мы будем рассматривать это на демо сайте которые расположены на хостинге они тот сайт который мы сами делали на локальном здесь у меня включены установлены демо данные почему именно на хостинге чтобы мы могли весь процесс увидеть как приходит уведомление вообще сайта так как с хостинга уведомлений придут а с локального программы уведомление на почту не приходит но только если вы специфическим образом не настроите локальный сервер то есть там тоже можно настроить что приходили уведомления но у меня это не настроено мне проще сразу на хостинге показать давайте сначала добавим пользователя с админской чести как это делается например я хочу добавить какого-то редактора первое имя это может быть просто имя на русском языке логин на английском тот логин через которым будет авторизовываться на сайте пускай это будет тест 1 пароль минимум 12 символов прописали пароль подтвердить пароль e-mail данного человека эти поля у нас автоматически проставляются дата регистрации на сайте до дальше получать системное уведомление если это обычный редактор на сайте уведомление системной джумла ему не надо чтобы они приходили поэтому мы не выбираем до оставляем как есть нет состояние пользователя включен или нет естественно активируем потому что если будет выключен он не сможет авторизоваться на вашем сайте требует сбросить пароль будет приходить уведомление о том что на почту вот на эту почту которую мы здесь ему указали на почту этого человека просьба сбросить пароль ну некая безопасность дополнительная ну я это не включаю на этом уровне можно нажать сохранить профиль успешно сохранен давайте посмотрим вот так вот в списке получается у нас новый пользователь теперь нужно поговорить про его группу здесь видно что он находится по умолчанию в группу зарегистрированный пользователь если с фронтальной части сайта мы сейчас попробуем авторизоваться как тестовый пользователь пропишем его логин и пароль нажмем войти то в этой части у нас будет показано что я залогинился потому что появилась кнопка выйти это у нас модуль который по умолчанию здесь находится при установке джума если вы его не отключили мы будем отдельно разговаривать разбирать модули в отдельные ветки с уроками когда мы будем говорить вообще про модули сайта также вы должны понимать что регистрацию можно отключить вывод модуля здесь или переместить в другое место шаблона либо вывести наверху или внизу пункт меню ссылку регистрация пользователей это тоже мы с вами пройдем вообще ссылки меню у нас будет отдельная ветка с уроками про это также вы должны понимать что вы напротив этого человека как администратор например можете просто нажать а выключить этого пользователя видите он выключен то человек раз логинит и человек не сможет больше авторизоваться джумала будет говорить прямым текстом ваш учетная запись заблокирована или еще не активирована то есть это для тех например если человек там стал плохо совести вы его по сути заблокировали но не удаляйте потому что если вы выделите и выберете действие удалить сайта то он просто зарегистрируется заново под этим же логином email а когда вы просто отключаете человека он уже не сможет зарегистрироваться с тем же имелом и войти на сайт с тем же имелом ему придется использовать другой email теперь что произойдет если человек попробует в админской части вести свой логин и пароль этот наш тестовый пользователь вы видите я не могу войти потому что у данной группы пользователей зарегистрированы нет таких прав то есть вы должны понимаете быть спокойны что все зарегистрированные пользователи которые могут у вас авторизоваться здесь во фронтальной части сайта не могут авторизоваться в админской части сайта для того чтобы человек помогал вам на сайте именно заходя с админской части выполнять как какие-то действия но также имея ограниченный доступ к админской части, ему нужно назначить другие права. Об этом у нас будет следующее видео. У каждого пользователя есть свои настройки. Мы просто можем кликнуть по пользователю. Здесь мы с вами прошли. Следующая вкладка – группа пользователей. По умолчанию выбирается «Зарегистрированный». Как я уже сказал, про группы пользователей поговорим в следующих видео. То есть зайдем в эти настройки и будем конкретно разбирать группы пользователей. Дальше вкладка «Основные». Стоит все по умолчанию. Смотрите, шаблон панели управления. Вы помните, мы разбирали внутренний шаблон под названием Atom. Скорее всего, будет такая возможность загружать, где-то вы купите или кто-то вам сделает. Шаблон для админской части другой. Такой тоже можно заказать, чтобы сделали шаблон, полностью поменять внешний вид. И тогда, если вы загрузите здесь новый шаблон, здесь появится выбор. Вместо Atom выбрать что-то другое. Язык панели управления стоит по умолчанию. В каких-то случаях, если нужно поменять язык, в отличие от русского, английский, например, для этого пользователя. Тогда ему можно здесь его назначить, и пользователь уже будет видеть на английском интерфейс. То есть это языком на панели управления админской части. А язык сайта – это фронтальная часть сайта. Тоже можно либо на русском оставить, либо на английском, либо если вы дополнительный язык установите, то есть реальный человек будет видеть сайт на своем другом языке. Также редактор. Мы с вами касались редактора TinyMCA, о котором будет отдельное видео. Тоже можно назначить ему свой редактор. Опять же, где он его будет видеть, да? Если только при добавлении статей, создании модулей, если у него будут такие права. Так-то на сайте он, скорее всего, нигде этот редактор не встретит. И часовой пояс тоже можно человеку здесь конкретно выбрать. Стоит все по умолчанию у нас с вами. Дальше. Доступность. Вот это уже новая опция в Joomla 4. Такого, насколько я помню, в Joomla 3 не было. Я так понимаю, что это для проблемных людей, у кого со здоровьем, например, со зрением проблемы. Можно включить монохронные цвета, высокий контраст, выделять ссылки и увеличивать размер шрифта. То есть можно что-то одно выбрать, можно выбрать все, и давайте на этом уровне мы сохранимся и посмотрим. Сейчас же я авторизован как администратор на сайте. Вы видите, для меня ничего не изменилось. Для того, чтобы посмотреть, что изменилось для пользователя, когда мы сделали монохронный режим и так далее, нам нужно авторизоваться в админской части сайта, потому что это действует только в админской части. На фронтальной части сайта я не вижу изменений, но человек не может зайти в админку, пока не назначим права. И человек может зайти с правами, которые стоят по дефолту в Joomla. Вот я ему выбрал права автор и администратор. Вот именно администратор, но это не супер юзер, то есть у него все равно ограничены будут права в админской части. Опять же, более детально рассмотрим в других видео. Но чтобы просто вам показать вот эти опции, монохронный режим, высокий контраст и так далее, вы видите, как выглядит админка. Она неизменна для меня, как администратору сайта. Но если я выйду и теперь под тестовым пользователем зайду в админку, вы увидите все вот эти изменения. Вы видите, там монохронный режим и другого рода изменений. То есть я так понимаю, что это для проблемного зрения, если какие-то проблемы со зрением. Хотя фронтальная часть сайта для него не изменилась. Вот я авторизован. Давайте попробуем авторизоваться вот под тестом, да? Вот, все то же самое. Но даже с правами администратор, если я зайду, например, в пользователи, он не все может здесь делать. Он может зайти к себе в настройки, но меня он, видите, не может. Я не могу к себе зайти, не могу удалить главного администратора. Но тут много ограничений других. Позже рассмотрим. Просто вот сейчас показываю вам этот монохронный режим. Видите, я вышел и опять цвета стали обычные. Так, давайте немножко отвлечемся вот про новый вид аутентификации с помощью ключа. Это выводится, вот эта кнопка, специальным плагином на Joomla. Об этом будет отдельное видео, так как это плагин. И отдельно про него поговорим. Просто здесь она выводится, если она вам мешает, назолит глаза. То есть она и здесь выводится, она и выводится в этом модуле при авторизации. Вот она, да? Сразу хочу сказать, если кто эту кнопку не видит, в избежание дополнительных вопросов, вот вы Joomla установили, у вас нет такой кнопки, значит вы зашли по старому соединению HTTP. У вас SSL не подключен, вот этот замочек. Потому что этот способ аутентификации за счет физического ключа на сайте, о котором мы позже поговорим, да, в уроке про плагины, он работает только по защищенному соединению HTTPS. Если мы зайдем в пользователи, также в настройки, следующая опция как раз и настраивает вот эту аутентификацию, чтобы здесь это все не выводилось, не мешало нам. Для этого мы перейдем сейчас в плагины. Вот я захожу в плагины, отсортируем этот плагин у нас системный. Состояние включено. Вот он внизу, система аутентификации без пароля. Снимаем галочку, пройдем в пользователи, увидим, что вкладка отсюда исчезла по настройке данной аутентификации. Здесь видим кнопку обновляюсь, здесь тоже эта кнопка исчезла, ну и авторизация с админской части, там она тоже исчезла. Теперь давайте поговорим, как ввести регистрацию пользователей в группу зарегистрированные с фронтальной части сайта, например, вот с этого модуля, чтобы человек была возможность зарегистрироваться. Дело в том, что вы сейчас в этом модуле по умолчанию в Joomla не видите, где ссылка зарегистрироваться. Есть только восстановить пароль или забыли логин. Дело в том, что по умолчанию в Joomla это отключено. Давайте это включим. Находясь в пользователях, здесь есть кнопка настройки. Переходим сюда. И давайте пройдемся по настройкам. Первое это пользователь. Вот как раз первая опция разрешить регистрацию. Мы ее включаем. Сразу по умолчанию в какую группу будет попадать пользователь. Группа пользователей для новых. Видно, что регистрация зарегистрирована. Если группа иная, здесь можно выбрать. Далее группа пользователей для гостей. Уровень доступа гость выбран, так и оставляем. Дальше отправлять пароль. Да или нет. Тогда Joomla будет сама генерировать пароль. И будет пароль отправлять. Дальше активация пользователя. Это как раз система, так сказать, жесткости регистрации. То есть, сделать ее более мягкой, чтобы он зарегистрировался, и больше от него ничего не требовалось от этого человека. Либо более жестко. То есть, стоит изначально администратором. Это говорит о том, что пока я не одобрю, регистрация не пройдет. Мы сейчас с вами на практике это пройдем. Дальше есть самостоятельно. То есть, он должен пройти в письмо на почту, которое укажет при регистрации, и перейти по ссылке, чтобы активировала Joomla его учетную запись. Или выбрать нет, тогда это самая простая регистрация. Также можно отправлять уведомление администратору, что новый человек зарегистрировался. Если у вас уже поток людей пошел, не рекомендую ставить, аначе это будет просто сыпаться постоянно письма, что новый зарегистрировался у вас, новый зарегистрировался у вас. Думаю, это вам не нужно. Также включить капчу, защитный код капчу от спама, от спам-ботов. Опять же, рассмотрим, когда пройдем плагин по капче. Google капчу, как ее настроить. И тогда, когда плагин будет включен и настроен, здесь он будет отображаться. Можно будет его здесь выбрать. Показывать ли параметры сайта для пользователя. Ну, опять же, это надо смотреть сейчас, какие будут показываться данные. Ну, там, я считаю, лишние данные. Показывать это не надо. Это язык сайта. Можно, чтобы показывался, да, разрешить изменить логин. Возможность дать такую. Да, нет. Вот это бы я бы все скрыл. Дальше двухфакторная нортификация. Это только на сайте, только панель управления, то есть в админку сайта. Или оба варианта. Но тут нам говорит, что нам надо включить специальный один из плагинов, хотя бы двухфакторной нортификации. Пройдем этот плагин позже, когда будет урок по плагинам. Обязательно один из плагинов мы рассмотрим, так как есть несколько вариантов. Рассмотрим гуглский вариант. На самом деле не очень удобно входить. Хотя да, защита на сайте становится очень сильной. Но входить через двухфакторную нортификацию не очень удобно. Как на какой-то банковский сайт, как будто бы. Поэтому пока мы не рассматриваем здесь, это оставляем нет. Имеются и другие вкладки. Следующие. Домены почты. На самом деле, по-моему, как раз это новая опция Joomel 4. По-моему, в третьей не было такого. Если мне не изменяет память. Здесь в подсказке, в принципе, все понятно. Введите имя домена, поддерживаются символы подстановки. Например, разрешает или запрещает все домены. Например, какие-то почты вы не хотите, чтобы участвовали. То есть это получается после собачки домены. Это mail.ru, gmail.com, yandex.ru. Вот можно здесь разрешить или запретить. То есть, естественно, если мы ничего не делаем, все разрешено. Если нужно запретить, чтобы какие-то почты были зарегистрированы, то есть участвовали в регистрации пользователя на вашем сайте, то здесь можно добавить разных вариантов, сколько угодно. Движемся дальше. Пароль. Это уже что-то связано с безопасностью. Максимальное количество попыток сброса стоит 10. Можно сделать 3, чтобы усилить защиту на сайте. То есть зашел человек на сайт с неправильным паролем, забыл пароль. Еще 2 попытки у него есть. Если все 3 попытки неправильно, скорее всего будет заблокировано этот пользователь. Время сброса в часах. То есть на какое время можно заблокировать. Дальше. Минимальная длина символов пароля. Joomla рекомендует 12. Если для вас это много, для пользователей можно выставить меньше. Минимальное количество цифр 0, ничего не выбрано. То есть это уже будет более сложный пароль, если вы здесь поменяете значение. Минимальное количество символов, минимальное количество букв в верхнем регистре. Это говорит о том, что заглавные буквы, чтобы участвовали в пароле. То есть здесь можно сделать просто, чтобы наисложнейший пароль человек мог только установить при регистрации. Минимальное количество букв в нижнем регистре. То есть если вы поставите здесь 2, то обязательно в пароле он должен поставить буквы с верхним регистром, то есть заглавные. Я, наверное, ничего бы здесь не менял, оставил только 3 попытки. Ну, 12 символов, если это обычный зарегистрированный пользователь, наверное, это много. Не знаю, поставил бы 6, например. Сохранюсь. А, ну Joomla мне не пускает. Минимальная длина. Ладно, оставим 12. Возможно, где-то в настройках можно это переключить. Дальше. История заметок. История версии стоит в положении «Да». Опция обозначает, значит, сохранить или нет историю версии для этого компонента. Если нет, история версии не будет сохранена для элементов компонента или для категории этого компонента. И количество версий. 5. Максимальное количество версий для элемента. Если элемент сохранен и было достигнуто максимальное количество версий, самая старая версия будет автоматически удалена. Если установлено значение 0, версия никогда не будет удалена автоматически. Кроме того, определенные версии могут быть помечены как «Keep forever» и не будут удалены автоматически. Обратите внимание, что версии можно удалить вручную с помощью кнопки «Удалить» на экране журнала версий. Ну, я оставляю без изменения. Следующая – «Массовая рассылка». Следующая опция – «Массовая рассылка». Параметры предназначены для массовой рассылки сообщений по электронной почте. Скорее всего, разберем позже. А сейчас вот про эти поля. Префикс темы. Введите необязательный текст, который будет автоматически вставлен перед темой массового электронного письма. Следующее поле – «Подпись сообщения». Введите необязательный текст, который будет автоматически вставлен после тела письма. Например, «Подпись». Здесь у нас есть такой функционал, массовая рассылка. Мы с вами до этого дойдем в следующих видео и, скорее всего, вернемся вот к этим двум полям. Следующая вкладка «Интеграция». Параметры предназначены для интеграции компонента пользователей с другими расширениями. Ну, стоит «Да», это только мы сможем рассмотреть, если будем рассматривать какое-то стороннее расширение, где есть интеграция с полями. Право доступа. Право доступа рассмотрим в следующих видео. Итак, внесли изменения, разобрали вкладки. Получается, у каждого пользователя, да, вы можете индивидуально настроить различного рода параметры. Обратите еще внимание, что настройки отличаются от обычных пользователей и пользователей суперадминистратора, то есть вас, как самого главного человека на сайте. Если зайду в свои настройки, я вижу все те же опции, но здесь еще есть лог действий, отправка уведомлений «Да», «Нет». Если выбираем «Да», то действия в компонентах. И также можно птичками отметить, какие компоненты, чтобы влоги отправлялись. Дальше, токен. Токен IP Joomla. Используй токен в сторонних приложениях, которые необходимо предоставить удаленный доступ к сайту через IP Joomla. Если вы не понимаете, о чем речь, там, бла-бла-бла. Ну, то есть это уже для продвинутых пользователей, если вы делаете какую-то интеграцию. То есть Joomla еще предоставляет свой токен. Также ниже токен можно сбросить вот этот вот код. Итак, мы с вами выбрали «Активация пользователя администратором». Самое, так сказать, продвинутое и более сложное для самого пользователя. То есть ему надо будет дождаться, пока администратор активирует. Здесь уже зависит от того, как вы это хотите. Обновимся. И я увижу в модуле «Login Form» ссылка появилась, потому что мы включили возможность регистрации. Нажимаем «Зарегистрироваться» и видим ниже поля. Отображается минимальное количество полей. Есть дополнительные плагины, там профиль пользователя, все это ссылки, пункты меню. Это все дополнительно будут в видеоуроке. Итак, вводим все необходимые данные, нажимаем «Регистрация». На Joomla будет сообщение. Это увидит пользователь. Реально, ваша учетная запись создана, но перед ее использованием необходимо подтвердить адрес электронной почты. После ее подтверждения администратор сайта активирует учетную запись, и вы сможете войти на сайт, используя логин и пароль, введенные при регистрации. Ну, вы поняли, да? Если хотите упростить это все, тогда здесь вы выбираете. Либо он самостоятельно авторизуется, ему все равно надо будет пройти в письмо на почту, пройти по ссылке, и тогда он сможет авторизоваться. Все. Если хотите, чтобы он зарегистрировался максимально просто, не переходя в почту, не подтверждая свой email, тогда выставляйте здесь «Нет». Давайте проверим почту. Я захожу на почту, на которую я зарегистрировал нового пользователя. Вот такой видим заголовок. Заходим внутрь, и здесь все написано по-русски. «Здравствуйте, Коля». Для подтверждения перейдите по ссылке. Давайте это сделаем. Пользователь на сайте увидит новое сообщение. Ваш адрес электронной почты подтвержден. Как только администратор сайта активирует учетную запись, вам будет отправлено уведомление по электронной почте. Еще одно. И вы сможете войти на сайт, используя логин и пароль. Если мы на этом уровне посмотрим в список пользователей, мы увидим здесь Колю, но он будет не включен и не активирован. То есть вы, как администратор, если что-то пошло не так, можете активировать его вручную отсюда. Теперь я прошел на почту администратора сайта, потому что мне тоже пришло письмо. На моем сайте только что зарегистрировался пользователь. Пользователь подтвердил адрес электронной почты и ожидает активацию учетной записи. Могу видеть его имя, его email и его логин. Joomla также предлагает перейти по ссылке для активации пользователя. Но мы можем просто зайти в пользователи. Но давайте все же перейдем по ссылке. Учетная запись активирована. Пользователь отправлено соответствующего уведомления. То есть вот так это я вижу во фронте. Но я думаю по ссылке не обязательно было переходить. Мы видим, что Коля включен и активирован. Можно было просто его отсюда активировать, не переходя по ссылке. Здесь, то есть как вам удобнее. Соответственно, к Коле приходит еще одно письмо от Joomla. Здравствуйте, Коля. Ваша учетная запись активирована. Теперь вы можете зайти на сайт. И давайте проверим, может ли он зайти на сайт. Вводим логин, пароль и войти. И видим, что Здравствуйте, Коля. Залогинец у меня получился. Я показал в этом видео самый сложный процесс регистрации. Вы уже понимаете, что отсюда можно от обратного упростить способ регистрации. Как, я думаю, это уже понятно. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok